Это установление жесткого авторитарного режима, можно сказать, даже диктаторского. И поехали людей убивать, сами погибать. Вы выступаете за независимость Башкортостана. У нас сегодня живут по-человечески только два города, Москва и Санкт-Петербург. Я против того, чтобы у нас в республике была пропаганда. Вот ЛГБТ... Мне стесняться как бы здесь чего. Ну, родился представителем ЛГБТ и родился башкир. Это «Наизнанку» проекта «Оригинальная Россия». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Глава вместо президента, факультатив вместо госязыка, назначение вместо выборов, посадки вместо дискуссии, отправка на войну вместо развития молодежи. Это далеко не весь список того, с чем Башкортостан и другие субъекты РФ столкнулись после очевидного курса Владимира Путина по сворачиванию федеративных основ российского государства. 3 августа 1994 года был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Республики Башкортостан. Как известно, по истечению 10 лет документ не был продлен. Такая же участь позднее постигла и аналогичный договор между Казанью и Москвой. Реальный федерализм для России или суверенитет для Башкортостана о будущем Павловской республики сегодня поговорим в формате дебатов с башкирским политэмигрантом Русланом Габасовым. Салям, Руслан. Здравствуйте. Хау-мага. И с экс-председателем Общественной палаты Республики Башкортостан Ростиславом Мурзагуловым. Ростислав, добрый день. Салям, Мурзагулов. Мой первый вопрос к обоим из вас. Вы оказались вне России. Связываете ли вы курс Владимира Путина по ликвидации федеративных основ России с тем, что вам в конечном итоге пришлось уехать из страны? Давайте начнем с Руслана. Несомненно, конечно же, вот курс, который начал Путин с прихода к власти, а именно построение вертикали власти, сворачивание вот этих федеративных отношений, все это привело к тому, что сегодня мы имеем все. То есть явление жесткого авторитарного режима, можно сказать, даже диктаторского, в последнее время события как раз это и показывает. Ну и подавление любого инакомыслия, преследование любой оппозиции, все это привело к тому, что многие люди, которые думают не так, вынуждены были уехать, многие посажены на сегодняшний день, кто-то убит. Да, это результат, это прямой результат того, что, например, почему я нахожусь здесь в эмиграции, именно политика Путина. Ростислав, вы разделяете точку зрения Руслана? Вы тоже оказались в другой стране? Очень сложно не соглашаться, насколько, потому что здесь любому здравомыслящему человеку понятно, что все то, что наворотил в конце концов Путин, да, то есть все эти разговоры изначальные о том, что вот мы там стремимся за Европой, что мы хотим со всеми дружить, границы всех стран соседних признаем, все это оказалось банальным враньем и такой как бы спецоперацией для отвода глаз, чтобы его просто не сковырнули сразу. Он просто понимал, что тогда аппараты, люди, которые вокруг него находятся, так называемые российские элиты, они были сильнее него, поэтому он тогда вел вот эту вот такую правильную риторику, такую западническую. Но на самом деле, видимо, вынашивал в себе вот эти вот имперские КГМБшные амбиции с первого дня своей власти, собственно, что сейчас проявилось во всей красе. Но странно и плохо еще и то, что так мало оказалось людей, которые, как Руслан и я, решились уехать, решились уйти из зоны комфорта. Мы жили дома, нам было там, я думаю, что Руслан здесь согласится, намного лучше, чем в эмиграции, потому что это дом, потому что это родные холмы, это родные кладбища, родные избушки, покосившиеся хоть иногда. Но, да, вот, к сожалению, в основном все остались, и вот 99% из моего круга общения, они остались, и либо помалкивают, либо, что еще хуже, поддакивают, а некоторые так вообще оболванины настолько, что собрались, сели в автобус, когда глава пришел и заставил это сделать, и поехали людей убивать и сами погибать. И у меня уже ни один, ни два досельчанина из двух деревень Тиарос, к сожалению, погибли. А проблема только в Путине, или все-таки это что-то общее? Я имею в виду ту имперскость, о которой вы сказали. Ну, рыба же гниет с головы, на самом деле, я же помню, как все начиналось, да, я же с 90-х годов там где-то работаю рядом с российскими какими-то вождями той или иной величины, и поначалу там все были либералы, все были демократы, все были за Европу, все были за Америку. Я еще в 2006 году и в 2007 году по обменам ездил, как молодой российский политик, в Америку, в Европу, мы там ходили по всем президентским офисам, мы ходили, мы жили в семьях, то есть как бы движение это шло поначалу вроде бы в нормальном направлении, да, ну а потом кто все это развернул? Ну, понятно, что Путин один бы это, наверное, не сделал, вокруг него, наверное, была какая-то банда такая, которая всегда была рядом и которая всегда вынашивала вот эти вот мерзкие идеи. Но я могу сказать за как бы большинство людей, которые были в, так сказать, российском бизнесе, в политике, да, в медиа, где я вот находился, они не были упырями, они не хотели ни с кем воевать. И, в общем-то, грубо говоря, их аккуратненько так вот поднастроили, где-то кого-то обманули, кого-то заставили, кто-то просто оказался свиньей, соглашателем, как, к сожалению, многие мои друзья бывшие. Ну, собственно говоря, так к этому все пришло. Но сегодня Путин, если будет устранен, я думаю, что проблема таким образом решится, поскольку все-таки мир показал, что долго с этим всем дерьмом мериться не собирается. — Именно с этим, я так понимаю, связана ваша позиция. Вы против независимости регионов и распада России. Вы считаете, что... — Нет, я немножко по-другому здесь бы Рамазан поставил акценты. Я не то чтобы против вот чего-то. Я вообще ничего не должен решать за всех, и ни один человек не должен решать за всех. То есть, на самом деле, я категорический демократ, либерал. Я считаю, что все должно решаться людьми, все должно решаться не только причем большинством голосов, да, потому что это такая ложная демократия. Голос каждого должен быть слышен, и, соответственно, в соответствии как бы с запросом человека и по наличию возможности там, где заканчивается свобода одного, начинается несвобода другого, да, мы все это знаем, эту формулу. И, соответственно, как бы все-таки должен быть какой-то баланс, всем должно быть хорошо. Если какой-то из регионов точно совершенно захочет из России уйти, и там вот прям вот подавляющее большинство людей, и это никого не будет ущемлять, все захотят выйти из состава России, я думаю, что точечно это произойти может. Другое дело, что я с точки зрения логики просто не очень понимаю вот такого процесса. Если, например, в России случится парламентская республика, если в России случится подлинный федерализм... А вы в это верите? Я думаю, что когда-то в России это 100% случится. Вопрос лишь том, когда. А у нас есть исторические какие-то прецеденты, когда это происходило? В России была Новгородская республика, да, тогда достаточно демократично все было. В общем-то, да, есть такой прецедент. Потом, более того, у нас в Башкортостане, здесь Руслан соврать не даст, в общем-то, до царизма и до вот того, как они завинчивать начали гайки еще там несколько сотен лет назад, вполне себе люди собирались, все обсуждали, голоса людей были слышны, не было никакого вождизма у нас никогда, у нас мы были вольными людьми. Я сейчас не понимаю, что произошло с нами, почему все наши соотечественники дружно, как бараны, идут на заклание и идут становиться убийцами. Руслан, у меня тот же вопрос к вам. Можно ли преобразовать Россию и сделать из нее реальную федерацию? Ну, я начну с того, что я не согласен с Ростиславом по поводу того, что Путин и только его команда сделали Россию такой, какая она есть. Я помню 90-е годы точно так же, и я помню РНЕ, вот эти вот организации, которые вовсю набирали популярность, вот этот вот русский национальный шовинизм, который рос, и вот эти фильмы «Брат-1», «Брат-2», где все это пропагандировалось прямо открыто, да, презрение к украинцам, каким-то либо другим народам, к чеченцам и так далее. Поэтому это все жило, это жило в народе, в русском народе в первую очередь, конечно же. Конечно же, не весь русский народ такой, но, к сожалению, вот те преобразования, которые начались с распадом СССР, в основном народ воспринял, и то, что дал Запад, да, вот этой новой стране России, народ воспринял как слабость, а не как доброту. И все вот эти постоянные шуточки про Америку, про Гейропу, про вот мы вам еще покажем и так далее, это вот все Путин и все его команды, они видели это, конечно же, они жили с этим, они впитывали это. И они просто реализовали то, что хочет народ в первую очередь, потому что мы все помним все вот эти высказывания по поводу других национальностей и чурки, и узкоглазые и так далее. Все это было еще и в Советском Союзе, все это пришло дальше, но когда появилась свобода слова, все это открылось в еще больших масштабах. По поводу же того, что верю ли я в реальный федерализм? Нет, не верю, потому что у нас на сегодняшний момент уже это вторая федерация, да, мы помним, даже, можно сказать, третья. Первые просто не дали состояться, когда был переворот коммунистический. И я не помню такого, вот назовите 50 лет хотя бы жизни, когда башкиры жили свободно в федерации, где могли осуществлять полностью те права, которые им положены, да, при настоящей реальной федерации. Такого не было. Десять лет тех более-менее каких-то там вольностей, которые были в 90-х годах, они тут же были свернуты Путиным. При коммунизме об этом вообще не стоит говорить речи, федерализм это было чисто на бумажке. При советской власти... Кстати, вот в 90-е, я хотел бы остановиться здесь, в 90-е вы считаете, был реальный федерализм в России, и башкиры получали то, что они хотели? Ну, нереальный, но, можно сказать, чуть-чуть приближенный к реальности. Более-менее приближенный к реальности. Реального федерализма, конечно же, там не было тоже. А можете перечислить какие-то признаки того, что это было нечто, что было приближено к реальному федерализму? Ну, например, Республика Башкортостан сама определяла, какой процент дохода нужно отдавать федеральному центру первое время, да, потом только в 94-м году там определили проценты, да, то есть, скажем так. Но в любом случае это было оговорено, и не было такого, как сегодня, да, когда там федеральный центр забирает столько, сколько нужно. У нас было собственное гражданство, хоть и на бумаге. У нас были внешнеполитические отношения свои. Республика Башкортостан, башкиры, по крайней мере, в Республике Башкортостан осознали и ощутили, что они являются коренным государствообразующим народом. То есть, начали открываться там много национальных школ, Академия наук Башкортостана открылась, там, ну, кинематография, ну, много чего, да, то есть, для Республики Башкортостан дороги начали строиться, газификация начала прокладываться. Все это за счет Республики Башкортостан, то есть, да, там федеральный центр практически не вкладывался. Вот это и есть реальный федерализм, когда Республика занимается сама собой. Руслан, вы выступаете за независимость Башкортостана. На ваш взгляд, в России башкиры как культура не выживут. При этом вы видите Башкортостан, я так понимаю, унитарным государством в перспективе, хотя примерно в равных пропорциях там проживают башкиры, русские и татары. Чем ваш подход отличается от видения, например, Кремля, башкир и других народов России? Нет, я никогда не говорил о том, что я вижу Республику Башкортостан унитарным государством. Это многонациональная республика, конечно же, но это национальное государство. Я вижу его национальным государством, где живут разные народы. То есть федеративное государство? Нет. А как вы собираетесь обеспечить равноправие этих трех больших, примерно одинаковых групп? В Конституции будет все прописано, все права. Я считаю, что и в 90-х годах, когда был более-менее реальный суверенитет, все эти права были у всех республик. У всех народов, точнее, в нашей республике. И я считаю, что если дать тем же самым татарам, русским вообще ничего не угрожает на самом деле, а татарам, если дать то, что они хотят, а именно полный цикл образования на татарском языке, открытие от институтов татарских, различных культурных центров, создать свою партию татарскую, потому что я вижу будущую Республику Башкортостан парламентской республикой. Все. И у каждого народа, у каждого какого-то общества, которые экологи, либералы, националисты, у каждого будут представители свои в парламенте, которые будут защищать интересы. А почему тогда не сделать федерацию? Ну, потому что федерация, я считаю, что в федеративной республике Башкортостан, если вы говорите о федерации, то башкиры будут поставлены в такое положение, когда они не смогут, скажем, реализовать все те права, которые бы они реализовали в унитарном государстве. Ну, не в унитарном, а вот в национальном государстве. Ростислав, у меня к вам следующий вопрос. Почему Россия вообще должна быть федерацией? Ведь абсолютное большинство ее населения русское. Ну, это хороший вопрос. На самом деле, конечно, она должна быть федерацией. И по поводу абсолютного большинства, ну, вы знаете, у нас ведь говорят, по скреби русского и найдешь там кого-то, да? Кто-то говорит татарина, но я думаю, что и башкиры можно найти очень часто. Вот, поэтому здесь, безусловно, если сейчас попытаться сделать то, что сейчас, на самом деле, пытается делать Путин, то закончишь как Путин, а Путин закончит, безусловно, взрывом, в том числе и на национальной почве, поскольку сегодня Россия – это страна, где жестко ущемляются права регионов, особенно национальных регионов. У нас сегодня открыто провозглашена абсолютно фашистская политика. У нас сегодня поются песни «Я русский». У нас сегодня провозглашается русский язык и русский народ как государство, образующее в Конституции, которую приняли вот эти поправки на пеньках. Значит, и, соответственно, абсолютно ущемленными себя чувствуют народы. Мы абсолютно снова являемся колонией Москвы, из которой высасываются все ресурсы, которые не оставляют ничего на развитие, а то те скудные крохи, которые еще и были, заставляют сегодня еще и тратить на войну. Поэтому сегодня Россия – это государство, которое нуждается в том, чтобы его перепрошили, чтобы дали равные права Москве и регионам. У нас сегодня суперцентрализированное государство. У нас сегодня все деньги собираются в Москве. И у нас сегодня живут по-человечески только два города – Москва и Санкт-Петербург. Ну, может быть, еще Грозный и Казань – чуть-чуть, но тоже, знаете, как бы в пользу бедных разговоров. Поэтому, безусловно, Россию переделывать нужно. Другое дело, что полностью, например, становиться автономным Башкортостану, который все-таки не имеет общих границ с другими странами, кроме России, это просто с точки зрения современной экономики нелогично, поскольку вот, живя много лет уже в Европе, и поучившись в Европе, работав в международных организациях, я понимаю важность открытой торговли, в первую очередь. И вот если этого не будет, то Башкортостан, если, например, он вдруг объявит независимость внутри территории некой России, то, конечно, тяжело будет выживать экономически. И тех больших успехов, на которые Руслан рассчитывает, конечно, не будет. Но вот это вот такой дискуссионный вопрос. Я уверен, что сейчас ему есть что возразить. Ну, тем более, что мы знаем, как так получилось, что Башкортостан не имеет внешних границ. Там очень маленький коридор находится между Казахстаном. Да. И не считаете ли вы, что это нужно исправлять? Вы знаете, я как раз отношусь к тем, кто не считает вообще возможным никакие границы перекраивать. Потому что так мы можем дойти быстро до путинизма, который нашел какие-то нелепые оправдания о том, что там, значит, 800 лет назад, вот Рюрик, крещение Руси, там то-сё, и вот надо срочно всех начать убивать. Я считаю, что границы должны быть незыблемыми. То есть, если это нарисовано так... Даже если они созданы таким образом специально? Они созданы абсолютно эффективно. То есть, есть там куча в Челябинской области населенных пунктов с названиями абсолютно башкирскими. Все мы их знаем. У нас там зачем-то вгрызться в нас, как бы, да, там кусочком Челябинской области поселок Миньяр, да, который и звучит по-башкирски, и выглядят по-башкирски там люди, которые живут и фамилии в них башкирские. А если Оренбургская область? Но я против войны любой, понимаете, Рамазан? А если Башкортостан договорится с Оренбургской областью? А договорится по-хорошему? Как вы предлагаете это? То есть, почему должна соглашаться Россия на это? Конечно, она не согласится. Ну, возможно, ситуация будет другой, если уж дойдет до распада и объявления суверенитета. Если вдруг случится какая-то волшебная ситуация, когда вдруг какой-нибудь новый президент России, супер-мегалиберал, скажет, что вот мы отдаем вам эту часть Башкортостана, и у вас появится выход на казахстанскую границу, я лично буду только рад. Но еще раз я подчеркиваю, лучше, когда экономически есть единство, а вот политически лучше, когда есть самостоятельность. На самом деле это часто достигается и в рамках границ одного государства. Посмотрите, например, в Соединенных Штатах Америки сегодня даже не губерния, там совершенно даже графство, так называемое, аккаунте, очень многие вопросы решает. То есть даже вопрос, например, введения там условно сухого закона. И это решается на уровне даже не областного, что у нас называется, да, в России. Поэтому эти права могут быть обеспечены. Права развития культуры, развития языка, безусловно, необходимы, потому что сегодня мы находимся в загоне, потому что сегодня действительно они превращают это все в абсолютно русское пространство и всех заставляют становиться русскими. Уже звучат речи в исполнении депутатов. Они пробрасывают эти свои шарики пробные, говорят о том, что вы, башкиры, кавказцы и так далее, вы все русские. Они пытаются заставить нас это говорить о себе. Но вот это вот, конечно, ни в какие ворота не лезет. И это то, что должно быть в первую очередь вышвырнуто куда-то на свалку истории. Мой следующий вопрос к Руслану. Руслан, представим, что в Москве сменится власть, отменят общий федеральный язык, регионы получат самые широкие полномочия, за центром останется только вопросы координации внешней политики или и оборонной политики, скажем. Вас устроит такое? Вы согласитесь остаться частью России? Нет, потому что для этого есть веские причины и примеры из истории. И башкиры, допустим, три раза подписывали тот или иной договор с этой силой, которая сидит в Москве или в центре. И все три раза эти договоры были нарушены в одностороннем порядке. Первый договор был с Иваном Грозным, второй договор был с Закивой Лизи, с Лениным, третий договор был Муртазыр Ахимова с Ельцином. И все три договора были нарушены. Нет никаких гарантий, что новый договор какой-то, или мы останемся, те широкие полномочия у нас не отнимут через 10, через 30 лет, даже если... Зачем наступать на одни и те же грабли? То есть вы не верите в то, что заключенный договор с Россией может просуществовать долго? Вся история взаимоотношения Башкир и этого государства российского, или советского, этой империи, говорит о том, что она никогда не держит свое слово. Вот я абсолютно не вижу никаких причин, почему нас опять не закабалят в очередной раз. Потому что все те сегодняшние либералы, которые хотят вместо Путина прийти к власти, они абсолютно не, скажем так, не замечают нас, они абсолютно говорят о том, что мы не способны ни на что, что мы не сможем выжить. Я помню, что то же самое говорили литовцам, когда они в 91-м году собирались отделяться. Однако сейчас это прекрасное независимое государство. Эстония, которая имеет по численности меньше, по численности своего народа меньше, чем Башкир, они живут прекрасно, у них все на эстонском языке. Одна из самых, ну, не из самых развитых, но очень развитая страна в Европейском Союзе. Поэтому я не верю, абсолютно не верю, потому что много раз обманывали, обман в очередной раз. Ростислав, вот вы услышали, как я описал гипотетическую Россию. Как вам кажется, этого достаточно для того, чтобы Россия была? Рамазан, вы знаете, во-первых, я считаю бессмысленным вообще любую борьбу сегодня с путинизмом, если мы уверены в том, что путинизм вернется. Люди такие, как Руслан и я, те, кто воюет сегодня с путинизмом, и получили за это все возможные уже приговоры всех судов, каких возможно в России, должны понимать, что мы в первую очередь должны переделать всю страну. И когда мы ее переделаем, тогда будет возможность по-другому зажить и у Башкортостана, и у Башкира, и развиваться по-другому. Потому что если мы сегодня согласимся с тем, что после Путина будет опять Путин, тогда ничего хорошего не будет ни для украинцев, ни для башкир, ни для татар, ни для Кавказа, ни для кого. Потому что если сегодня опять Россия пойдет на очередной круг имперства, то это действительно, здесь Руслан прав, и с ним невозможно не согласиться, это закончится опять трагедией для очень большого количества людей, для большого количества народов. Соответственно, когда сегодня начнутся перемены в России, они начнутся точно. И когда мы все сможем в этих переменах поучаствовать, надо будет участвовать в них так, чтобы Россия никогда больше не стала вот этой вот монархией. Россия должна быть сама, в первую очередь, парламентской республикой. И Россия должна быть республикой такой, где слышат голоса регионов. А некоторое время в России такое было. Здесь все-таки надо напомнить, что одно время в Башкортостане была замечательная возможность развиваться. И тогда, собственно, все развитие, которое было, и случилось. И оно случилось, заметьте, еще тогда, когда Рахимов так сам по себе тоже не стал еще авторитарным человеком. Тогда, как в последние годы, вот он таким все-таки был, и надо это признать. И, соответственно, пока вот в Пашкирии, в самой Башкортостане была вот эта возможность друг с другом спорить и решать какие-то вопросы сообща тем, кто участвует в этом обсуждении, вот тогда мы развивались нормально. Если снова будет такая возможность, если в России будет парламентская республика, если в России тоже все будет решаться большим количеством людей, а не одной маленькой группы людей, узурпировавших власть, тогда я думаю, что я в таком Башкортостане согласился бы формально находиться в составе России, но с большими оговорками. Я готов оставаться только в таком Башкортостане, где, простите меня, Путин лесников не назначает. Сегодня я сейчас не шучу, Руслан не даст соврать, я не шучу, лесников в Башкортостане назначает Путин. Ему виднее, кто у нас должен сохранять наш лес, наш башкирский лес. Понимаете? И вот эти вот все бредни, если мы устраним, если мы сами будем решать, сколько мы изучаем свой родной язык, если мы сами будем решать, сколько у нас на телевидении вещают, на нашем языке, если мы сами будем решать, каким образом на культурных мероприятиях представлены те или иные этносы, и так далее. Если мы будем сами решать, в конце концов, кто в парламенте представлен, какие действительно партии, и действительно я считаю, что там должно быть очень много разных партий, может быть там будет партия какая-то пророссийская, может быть там будет партия, которая очень любит все татарстанское, может быть там будет какая-то партия, которая любит, например, одну из религий. Я не знаю, может быть будет и так. Но самое важное... Кстати, вы находитесь в Каталонии, и там есть сепаратистские партии, которые выступают за независимость... Да, я нахожусь в Каталонии, Но мне гораздо больше нравится пример Литвы, уже вышеупомянутый, потому что там действительно удалось построить такое национальное государство, которое не отвернулось от тех, кто живет на своей собственной территории. Понимаете, я жил год почти в Литве, я знаю, о чем я говорю, и это очень хороший пример того, как не растворились литовцы в русскоязычном сообществе, а напротив, у меня там есть большое количество людей, которых там зовут, там Лена, Петя, Маша, Оксана и так далее, и которые все считают себя искренне литовцами. Они очень любят все литовское, прекрасно говорят на литовском языке, гораздо лучше, чем на русском. И вот, например, вот это более правильная политика, чем, например, отгораживаться и говорить, в ком меньше 100%, например, какой-то там крови, как у нас в Башкортостане есть такие деятели, к сожалению, расистского такого, этно-расистского толка. Я всегда им привожу пример Литвы и, например, Израиля, где, когда чуть-чуть капли еврейской крови есть, сразу уже, значит, а наш человек, вот и нам тоже так надо делать. Руслан, когда наблюдаешь за башкирским движением, создается впечатление, что взаимоотношения, особенно в последнее время, внутри развиваются по ГОПСу. Все больше напоминаю войну всех против всех. Мы видим, как вы и Урал Байбулатов конфликтуете. По аналогичному сценарию закручиваются взаимоотношения с Ильдаром Юмагуловым. Поговаривают, что Сагит Исмагилов поддерживает Урала Байбулатова. Это такое естественное состояние общества до заключения общественного договора и образования государства или что? Я, если честно, сам не понимаю, что там сейчас происходит. Дело в том, что когда у общества нет возможности участвовать в реальной политике, когда над ними висит до моклов меч, когда идут постоянно какие-то договорники, то общество становится таким, какой оно есть. Она начинает между собой искать, когда она не может, скажем, открыто выразить свой протест, ну, если Хабирова, они могут, конечно, что-то сказать, но когда они не могут выразить протест там Путину, хотя все прекрасно понимают, что все проблемы Республики Башкортостан идут именно из Москвы. Они начинают между собой, скажем, выяснять отношения, перекладывать вину с одного человека на другого, вместо того, чтобы объединиться, как бы, да, и реально посмотреть на то, что происходит. В стране, в республике. Поэтому все эти отношения, я думаю, они очень быстро закончатся, когда наступят вот эти вот перемены, да, как я говорю, час икс, смутное время, оно непременно наступит, я здесь согласен с Расвелом Розаговым. Но я бы хотел вот немножко вернуться к тому разговору, да, я скажу так, что я Республику Башкортостан почему не вижу в составе, как она сможет стать независимым государством? Я не считаю, что будущая Российская Федерация, она сохранится в том ее виде, какая она сейчас есть, потому что очень много уже сегодня национальных республик хотят стать независимыми государствами. Есть регионы, которые также этого хотят, которые прекрасно понимают, что они, ну, их, там, допустим, тот же самый Дальний Восток и Москву ничего не связывает, кроме силового аппарата, да, и одного языка. Поэтому я не уверен, что Россия сохранится в том виде, какой она сейчас есть. И говорить о том, что Республика Башкортостан поэтому останется внутри этой территории, ну, это не факт. Во-вторых, даже если она останется внутри, то почему нам кто-то должен какие-то барьеры устанавливать, нам экономические преграды какие-то, таможенные барьеры. Ну, все хотят, налажены экономические связи, все хотят получать какую-то, извлекать выгоду, да, из торговли друг с другом, и торговых отношений. Не понимаю, почему нам кто-то должен что-то какие-то препоны ставить только из-за того, что мы стали независимым государством. Всегда можно договориться. Ростислав, в недавнем своем интервью вы сказали, что Соловьева повесят раньше Шойгу. Как вы думаете, если будут судебные процессы после войны, будут ли вопросы к вам лично, особенно с учетом ваших натянутых отношений, так мягко выразимся, с фондом по борьбе с коррупцией и обвинений в причастности к посадке Чанышевой? Ну, вы знаете, обвинения по посадке Чанышевой – это обвинения, которые остались давным-давно уже только в фантазиях Леонида Волкова, моего давнего политического оппонента. Собственно, как бы благодаря чему вот эта вся мерзкая идея и родилась о том, что я был причастен к каким-то посадкам. Давно уже все вскрылись документы о том, что я писал поручительство о ее освобождении напротив, что я ругался с генералами из-за того, что они с ней творят. И напротив пытался ее освободить. И она сама, кстати, знает об этом. Даже был некий диалог о ее с Навальным, когда Навальный что-то такое сказал о том, что вот я ее посадил. Она сказал, что нет, это не так. Так что это было. Это все уже закрытая часть истории, и история здесь все к местам расставит. Другое дело, что да... То есть вопросов к вам не будет, я так понимаю? Нет, я начал как раз говорить о том, что вопросы к вам будут, безусловно, они есть в первую очередь у меня у самого, потому что я слишком долго делал вид, что внутри этого всего дерьма можно сделать что-то толковое. И очень долго, и очень зря я, конечно, поехал в очередной раз в Башкортостан, но вот есть такая черта у нас, у тех, кто чувствует свою ментальную связь с этой республикой, у тех, кто считает себя башкирами настоящими. Нам всегда хочется домой. Я туда возвращался шесть раз. Скоро вернусь в седьмой раз. И обязательно это сделаю, конечно. А по поводу тех вопросов, которые у меня самого к себе есть, это вопросы, которые, возможно, кто-то когда-то задаст на уровне государственном, на уровне, может быть, следственном, еще каком-то. Но я преступлений в жизни никогда никаких не совершал. Я недавно по просьбе некоторых людей провел над собой жестокий эксперимент. Я прошел детектор лжи. И там написано о том, что я в результатах, там, черным по белому, а это результаты, которые потасовать очень сложно. Я не Шерон Стоун, я не умею это делать, и вообще это можно делать только в кино. Так вот, в этих результатах сказано, что я никогда ничего не воровал, я никогда никого не убивал, никогда никого не ограбил, не изнасиловал, не посадил в тюрьму и так далее. Поэтому мне стесняться как бы есть чего. Но тяжелых преступлений, которые мне приписывают мерзавцы вроде Волкова, мне не надо, потому что я сам с ним отсужусь, и он получит свои приговоры за то, что он распространял обо мне вот это все вранье, которое провернуто много раз, но, к сожалению, вот сейчас такие приличные люди, как вы, снова поднимаете этот разговор. А вопросы, которые у меня к себе есть, они очень тяжелые, на самом деле. Мне с этим тяжело живется сейчас. Мы не можем не поднимать те вопросы, которые нам задает наша аудитория. Да, вы правильно делаете. И я еще раз говорю, у меня есть тяжелые вопросы к самому себе, потому что мой кирпичик в основании этого отвратительного здания, которое называется путинская власть, которое называется путинизм, он безусловно есть. И пусть там я себя много лет обманывал, что я занимаюсь хорошими делами, я тащу в Россию Олимпийские игры, я занимаюсь реформой ЖКХ и так далее и тому подобное. Это все, конечно, самоуспокоение, потому что в любом случае, чем бы я ни занимался, это все-таки были кирпичи в основании этого фундамента. Я хотел бы вас попросить сделать приоритет по своим вопросам. Я предварительно говорил подготовить по два вопроса, но сейчас из-за времени я вынужден попросить вас задать по одному вопросу. И пока вы готовитесь, я хотел бы напомнить, что вы смотрите YouTube-канал Идэл Реали, проект о региональной России наизнанку. Обсуждаем сегодня Башкортостан. У нас в гостях политэмигрант Руслан Габбасов и публицист из Башкортостана Ростислав Мурзагулов. Если вы готовы, Руслан, я хотел бы вас попросить задать первый вопрос Ростиславу. У меня вопрос такой к Ростиславу. Каким вы видите будущее башкирского народа и республики Башкортостан в обозримом будущем через 25-30 лет в условиях, что если ничего не изменится или о той стране прекрасной России будущей, о которой вы говорите, что никто же не дает гарантии, что через 15-20 лет вместо условного Юлии Навальной придет условный Стрелков Гиркин и вновь все повторится. И вот каким вы видите тогда будущее башкирского народа в этих условиях? Сейчас и через 15-20 лет. Спасибо за вопрос, Руслан. Я вижу будущее примерно таким. Я надеюсь, что Россия будет чем-то очень похожим на Евросоюз. Более того, я надеюсь, что она, если в этот Евросоюз не будет входить напрямую, то хотя бы как-то ассоциировано, что будут какие-то отношения, безвизовый режим. И, соответственно, внутри этого Евросоюза, если Башкортостан сумеет повторить успех Литвы, я буду счастлив, я буду считать, что моя миссия в жизни выполнена, если я хотя бы немножко в этом поучаствую и если немного помогу этому движению. То есть когда, грубо говоря, все, кто живут в Литве, считают себя литовцами, прекрасно говорят по-литовски, развивают литовскую культуру и участвуют с удовольствием во всех мероприятиях, связанных с развитием государственности, языка и, опять-таки, культуры. Соответственно, вот если будет такое будущее у Башкортостана, то я считаю, что мы не зря тогда пылили, не зря ругались, не зря были оппозиционерами. Секунду тогда, но я же хочу уточнить, что Литва – это независимый государство. Вы говорите о том, чтобы республика осталась в составе федерации. Я же говорю о том, что я идеальной моделью вижу Евросоюз, Руслан, потому что действительно там каждая страна остается независимой, она остается свободной в определении своих политических каких-то реалий, но при этом самое важное, еще раз, современный мир построен так, что если нет границы формальной, если есть свободная торговля, тогда есть развитие. Вспомните, какой была Литва в советское время. Это было, простите меня, обычное совковое местечко, когда она стала частью Евросоюза, где есть свобода, в том числе и торговли. Ну, кстати, здесь не только о торговле нужно речь вести, потому что другие свободы и права человека, которые в Литве есть, это тоже было очень мощным толщиком для развития сегодня этого государства, который действительно живет сегодня очень здорово, к сожалению, намного лучше, чем Башкортостан наш родной. И вот, соответственно, если даже это будет формально называться не, например, государство независимое, а, например, республика Башкортостан, или как в Соединенных Штатах, стейт, государство, которое входит в United States, по сути, сегодня Евросоюз к этому идет, United States of Europe, в том числе, кстати, об этом речь идет, и многие говорят именно такую даже формулировку. Соответственно, вот это, мне кажется, будет идеальной моделью как раз. Ростислав, ваш вопрос, Руслан. Вы знаете, Рамазан, у меня этот вопрос, как это ни странно, практически отпал за то время, что я Руслана послушал, поскольку у меня, честно говоря, были сомнения по поводу его действительно такого, какого-то такого политического вождизма. Я считал, что он достаточно авторитарный человек, но тогда, когда он мне рассказал о своем политическом устройстве в его сознании, устройстве будущего Башкортостана, где Башкортостан – это парламентская республика, где есть все партии, где все голоса слышны, в том числе голоса моей либеральной партии, Руслан, где я буду сидеть круто и тебе часто очень возражать, а ты будешь часто ругать меня, и это будет нормальный политический процесс. И, соответственно говоря, если вот что-то так, тогда у меня вопрос звучит так. Правильно я тебя понял, Руслан, что вот так вот будет, как сейчас я описал? Прежде чем ответить на вопрос, я скажу по поводу того, что вы, Ростислав, ошибаетесь, как и многие либералы, которые видят прекрасную Россию будущего и говорят как примере Евросоюза. Дело в том, что Евросоюз был создан из независимых государств, которые уже были независимы, которые сформировались как независимые государства со своей независимой экономикой, политической системой и так далее. Мы не были независимыми, и из одного состояния вхождения в этом государстве и переходить в другое, я в этом вообще не вижу никакой разницы. Отвечая на ваш вопрос, да, у нас есть проект будущего независимого Башкортостана, который мы написали буквально давно уже, практически два года, и выложили на всеобщее обозрение. И у нас там действительно мы считаем, что наша республика Башкортостан обладает, в принципе, всеми возможностями для того, чтобы мы жили как прекрасно развитое, хорошее демократическое государство, где религия будет отделена от государства, где у нас будет парламентская система, где у нас будут все народы, которые населяют, будут иметь не только полную систему образования, но также они могут у себя в местных властях, в сельсоветах, допустим, вести делопроизводство на своих родных языках. Поэтому у нас будет своя армия, у нас будет своя полиция, как, допустим, даже вот Баски, те же самые сегодня в Испании, хоть и получили расширенную автономию, но они имеют свою полицию, у них своя налоговая система, то есть у них свои партии. Хотя они до сих пор этим недовольны, и они борются за независимость. Вот республика Башкортостан, я считаю, обладает всеми возможностями. У нас огромный промышленный потенциал, у нас хорошая природа, у нас все возможности для ведения сельского хозяйства. У нас хорошие люди, умные люди. Так что я не вижу никакого смысла оставаться в этой стране для того, чтобы ее кормить. Можно уточняешь вопрос, Пармазан, я задам Руслану? Очень коротко, очень коротко. Да, очень коротко. Руслан, очень часто в среде башкирской есть достаточно негативное отношение к... Я не говорю именно о сексуальных меньшинствах, к меньшинствам разных родов. Как вы к ним относитесь? Как вы будете или не будете поддерживать такие тренды или сопротивляции? Мне уже задавали подобный вопрос. Я отвечу так, что никто не будет, конечно же, у нас убивать или выгонять за то, что там человек не той сексуальной ориентации. То есть никто в постель никому не будет. Но я против того, чтобы у нас в республике была пропаганда. Вот ЛГБТ, чтобы у нас в школах проходили подобные уроки, чтобы у нас заключались браки, чтобы у нас проходили какие-то гей-парады. Я против этого. Я считаю, что... А если люди будут за это выступать? Вот для этого я считаю, что нужно будет провести референдум и спросить у людей. У нас в республике Башкорстан, я считаю, живет достаточно консервативное общество. Да, но у вас наверняка есть представители ЛГБТ. Ну, конечно, есть. Поэтому я же говорю, никто не будет их выгонять, естественно. То есть они как жили, так и будут жить. Но выставлять вот эту вот, да, свою принадлежность к ЛГБТ, я считаю, что это неправильно. А чем это отличается от того, что выставлять свою башкирскую идентичность, например? Ну, это абсолютно разные вещи. Ну, как можно сравнить, допустим, национальность и принадлежность? Ну, родился представителем ЛГБТ и родился башкиром? Ну, родился, но его же никто за это не ущемляет. Пожалуйста, пусть там, с кем он хочет строить отношения, пусть строит. В конце каждого выпуска мы задаем нашим гостям один и тот же вопрос. Попрошу на него ответить очень коротко. Ростислав, а что после Путина? После Путина все будет хорошо, точно, я узнавал. Спасибо, Руслан. Аналогичный вопрос к вам. После Путина будет большая смута. Возможно, будут где-то какие-то конфликты. Но я уверен, что действительно, да, после Путина наступят такие времена, когда мы все-таки обретем свою независимость. Я и говорю о башкирах, о республике Башкортостан. Все, что будет там с другими, меня мало волнует. Сегодня мы беседовали с башкирским политэмигрантом Русланом Габасовым и экс-председателем Общественной палаты Башкортостана Ростиславом Мурзагуловым. Это «Наизнанку» проект о региональной России. Читайте наши материалы на сайте idalreal.org и в наших соцсетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok